В республике проходит конкурс профессионального мастерства зоотехников, селекционеров и мастеров машинного доения коров. За звание лучшего борются 12 специалистов. Селекция – главное направление животноводства. От успешной работы в нем зависит и качественное поголовье, и производство мяса и молока. В республике работает 17 племенных хозяйств, и их работу трудно переоценить. У такой-то коровы, допустим, хромает какой-то показатель. Или не очень высокий удой, не очень высокий жир. Значит, мы закрепляем быка такого-то, который улучшает данный показатель. Это все они должны обосновать. У зоотехников свое понимание качества и красоты. Корова на вид очень красивая, но есть один недостаток – задние соски. Чуть-чуть коротковатые, еще и сближенные. В общем, корова очень хорошая, молочная. Сочная породия. Голова легкая, шея длинная, молочное направление, ноги крепкие. Эксперты отмечают, что в хозяйствах, где работают зоотехники и селекционеры, надо и выше, чем в обычных сельхозпредприятиях. Племенная работа – это еще и экономическая выгода. Заранее можно предупредить риски и потери. Конкурс проходил два этапа. На втором этапе конкурса оцениваются знания зоотехников селекционеров в области оценки экстерьера. Оценка экстерьера проходит по стубальной шкале. Оценивается общий вид животного, выраженность молочного типа, вымя, ноги. Они проводят закрепление и подбор быков производителей, чтобы в дальнейшем у потомства исключить вот эти недостатки. Ирина Филиппова в конкурсе участвует первый раз. Это проверка ее профессиональных качеств и возможность поучиться у коллег чему-то новому. Я как молодой специалист очень рада, что меня пригласили на этот конкурс, потому что очень интересно работать с такими опытными людьми и узнавать что-то новое для себя. Конкурс продлится два дня. По его итогам жюри отберет тех, кто представит нашу республику во Всероссийском отраслевом конкурсе. Он состоится в начале июня. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Александр Отяков, Республика.